Четыре турнирной недели, семь команд и только один победитель. Бобруйские определили сильнейших на футбольном газоне. Молниеносные атаки, подкаты, навесы и голы. Накануне на поле имени Александра Прокопенко состоялся финальный матч чемпионата города по футболу среди любительских команд. За кубок сражались Легпромразвитие и Союз Энерго. С первых минут игроки Легпрома начали атаковать ворота соперников. Раз за разом создавая опасные моменты. И как итог, забитый гол уже к половине первого тайма. После пропущенного мяча футболисты Союза ринулись отыгрываться. Бросили все силы в атаку и оголили защиту. И едва не получили второй гол в свои ворота. Нападающий Легпрома в схватке с голкипером не смог переиграть своего визави. И тут уже сработала известная футбольная мудрость. Не забиваешь ты, забивают тебе. Угловой в исполнении Союз Энерго и мяч в сетке Легпромовской дружины. Конец первого тайма. На табло 1-1. После перерыва характер матча не изменился. Игроки обеих команд не боялись идти в опасные стыки, боролись за каждый клочок поля и создали большое количество голевых моментов. За более чем час игры команды не определили сильнейшего. Поэтому звание чемпионов разыгрывалось в серии послематчевых пенальти. И в этот вечер футбольная фортуна оказалась на стороне Легпром развития. Финальный свисток судей зафиксировал победу заводской сборной со счетом 4-3. Уже в этом турнире приняло 180 участников. У нас ведется статистика каждого игрока, сколько ребят приняло, кто забил, кто отдал. Турнир под эгитой Могилевской областной федерации футбола проходил впервые. В будущем планируется увеличить количество команд за счет желающих с пользой провести свободное время. Чемпионат города Бобруйска по футболу 2019 завершился. Все медали разыграны. Но как уверяют организаторы, это только начало истории. Он обязательно станет традиционным. Максим Кембель, Максим Галенка, Бобруйск, 360. Максим Галенка, Бобруйск, 360.